местная короче крутая тачка местные короче гоняют только на таких и на буханках он буханки стоят короче его просто пиздец это пиздец это это считается очень круто короче то есть короче пацаны попроще ездит на таких пацаны покруче типа ездить на такие понятно здесь я боюсь представить количество комфортных вещей просто ну 4 vd туда-сюда белый цвет все на пафосе короче такие ну тут я могу сказать нормально все давай расскажешь расскажу вообще тебя как зовут ну ты как топишь нормально мы вчера ехали 27 километров в час на двадцать втором радиус не не это мы на нем все приехали мы приехали на икса на двадцать втором радиусе колеса на них на низком профиле ехали 20 там 25 ну потом в курили что 60 нужно идти потому что иначе как бы да да в пустыне полезли ну понял поэтому по дороге острый камень кто больше держится кто больше выживает уазик или сумму он на рынке недавно совсем я полно вот это мягче по комфортно я просто думаю братан себе и собрать что выбрать уазик буханку или вот это взять сотри как он руль крутит как стильно это выглядит ребята вообще вот это да да уже уже чё ты был просто попросторнее и помягче маленький все разница вот в этом пацаны вот это топовая тачка типа то самая топовая тачка в в местных краях я на самом деле самая топовая тачка вот димон вообще не парился просто взял на железках мы доехали мы проехали то что мы вчера проезжали за час мы на этой тачке проехали за 20 минут вообще не парись просто о японцы пацаны кто китайский знает подсказывайте мне что они базарят я подойду короче а вы мне напишите вот материал сверху материал сверху вот этот матовый куда а он еще он как бы он ну чисто для водной техники машин все что мотор получается охлаждение идет таким радиатор где не такая возраста на поток ну как он его охлаждает на машину у тебя радиатор нет понятно ну радиатор то сам охлаждаться должен у него потом вентилятор еще там закидываешь вот этого достаточно да тоже ну то есть а вот так идешь там 6000 это уже ну такой предел он нарет и поменьше сделал просто я думаю что все равно ему тяжело слушай а вот я ехал сейчас на мысли себя поймал чего-то там 750 много людей сидел но он повеселее да вот эти охотники они вообще пакет просто это вот то что сказали на троих на на 3 на 3 часа он вообще он маневренный вообще он как хуле летает вот надо было прокатиться он еще на по льду вообще пока не поздно по льду вообще пока не поздно долл долл чешуя долгую процедурами не за день она готова просто чпок за но получается вот эти лопасты карбоновые они тоже вестность не скидывает нормально да по идее минус 3 килограмма вес ну блять 3 килограмма это не так много для винта это много для винта много для аэроводки весома прикольно а че это такое а ты не понял да что это я я вообще не понял что ты за рулем с управорукой да нормально чуваки как же тебе срём не я уже понял че к че ребят первый раз в жизни прокатился на лодке север вот на этой это конечно очень круто не ну скажи что я сейчас вообще че кышу не я думаю что сейчас будет страшно не страшно было Монике в первый раз да Моника и сейчас было страшно я же сидел рядом ну че вы гаврики ты за руль сел оператор здесь не нажимали я аккуратно да не ты че аккуратно ты че оператор здесь я первый раз сел за руль вижу стол и возьму нахуй ты оператор а кто из операторов был на палубе так кто еду с собой взял кого то придется съесть эрик вообще все нормально я всю дорогу шагал а тут местах и ресторанов не такие куда мы можем я с парковки шел нет на воде нету нет на воде нету ну вот ты по берегу там мы проезжаем ну в России да там сам не далеко от вас и есть да 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 но первый раз нужно специфическое управление да пройду пожалуйста специфическое управление его нужно прочувствовать его нужно понять парни кстати я сейчас люк открою как он открывается не знаю специфическое управление нужно прочувствовать дело в том что рулевого винта как такового ну как как на обычной лодке знаете идешь нету такого ты управляешь ветром и по сути вот как ты дунешь хвостом туда он и полетит вон третья наша лодка идет называется это правильно аэролодка вот она достаточно прикольная конечно прикольно то что она может ребята по асфальту пройдите и по песку и где угодно то есть вообще абсолютно и не важно на чем двигаться прикольно молодцы ребята конечно представляете вот в России вот российские производства могут же круто вот пацки вот пацки что вы за танцы устроили блять с друзьями связали да нет это что связали лодки что дайте куда нибудь вылезти там эконом классу ребят короче много лет назад мы были вот здесь на дамбе делали фотографии слушай слушай а чё это самое чё вот вы ругаетесь по поводу воздуха дышать вот этого поворота не было видно вот так закидывают пылью этим дымом вот когда все 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 горело слушай прикольно пришло мне прямо очень мне кажется можно на шашлыки на ней прям зимой вообще так это самое главное безопасно ездить даже на море зимой на рыбалку сиденья вот это вообще такое удобное я думал тут что будет что-то деревянное идиотское удобно смотреть